Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Непривычно в субботу приветствуем вас мы в прямом эфире, но день сегодня необычный, прямо скажем, выборы в Рижскую Думу. Основной день голосования в студии Артём Липин, Олег Пега. Здравствуйте, доброе утро. Наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Мы сегодня у нас на радио Болтком, как и анонсировалось вчера и сегодня, специальный марафон, посвящённый, собственно, выборам. Целый день у нас будут прямые эфиры, у нас будут новости, у нас будут созвоны, гости в студии. И вот сейчас первый час нашего марафона у нас в студии политолог, директор Института национальных ресурсов Латвии Сергей Анцупов. Здравствуйте. Доброе утро. И журналист, экс-главный редактор Нэтка Ригарита Визе, а не тогда общество. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира, где вы можете звонить и задавать вопросы гостям или просто высказывать своё мнение по поводу происходящего в Риге. Не меняется это 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также можете писать нам по WhatsApp 2-3-0-61-91. Ну и последнее, на что я напомню, что на сайте Mixnews.lv также идёт текстовая трансляция, где самые актуальные новости появляются и можно следить за ходом выборов в Риге. В общем, всё, мне кажется, я важное самое рассказал. Ну как, самое важное, что уже примерно 20% рижан проголосовали, 20% имеющих право голоса, и, в принципе, это всё пришлось в основном на первые три дня предварительные. Это больше, чем было в 2017 году, но при этом и участки работали дольше. В общем... Необычные выборы. Да, вот, наверное, первый вопрос нашим гостям. Как вам кажется, у нас ещё экзит-полов не было по первым трёмням, они только сейчас появятся. Как вам кажется, насколько будут вообще различаться люди, желания выбора людей, которые голосовали в первые три дня и которые голосуют сейчас, или это не имеет никакого значения, это просто чисто личный выбор? Ну, я думаю, что первые три дня голосовать шли те, которые сделали определённый выбор, которым абсолютно ясно, что за кого они будут отдавать свой голос, и я думаю, что тогда не отличается особо от тех социологических измерений, которые были до выборов, те предпочтения, которые сделали те люди, которые пошли уже на выборы, то есть там нет такого большого различия. Я вот вчера как раз разговаривала с директором СКДС Арнесом Кактеньшем, и он сказал, что, в общем-то, эти, как и предыдущие выборы, и почему очень сложно сделать социологию, потому что очень многие люди делают свой выбор в последний момент, то есть, можно сказать, даже входя в кабину, они раскладывают эти списки и делают свой выбор, и в другой раз бывает, да, и бывает и так, что этот выбор очень отличается от того, что они кому-то сказали при социологических опросах и тому подобное. Так что какие будут точные результаты, я думаю, даже экзит-пулы нам не очень покажут, потому что я думаю, что эта Дума будет очень, как сказать, раздроблённая, очень много, ну не очень много, но… Ну 7 где-то, по-моему. Да, да. Рекорд, по-моему, был 17 партий когда-то, когда не было еще 5 процентов. Ну это было когда-то, но 8 точно, если не 9, так что очень-очень большой разброс. Как вам кажется, господин Азапов, насколько будет много партий у нас в Думе? Я могу сказать, что для того, чтобы как-то беседа была веселее, я попробую полностью не согласиться с некоторыми тезисами, которые Анита сказала. То есть, на мой взгляд, ситуация уже какое-то время достаточно ясная. Да-да, ясная ситуация. То есть, я удивляюсь тому, что до сих пор вроде как вот существует некая интрига, и эксперты заявляют, что вот ситуация неясная, что мы не можем сказать вот реальный исход выборов. Если будет время, я постараюсь объяснить, почему ситуация ясная и почему исход выборов определён, причём он не определён даже не сегодня, а ещё некоторое время назад. И какой такой исход? Нет, нет, это просто потребует несколько больше времени, чем ответить на вопрос, который связан с тем, что люди значительно больше голосовали до дня выборов. Это связано с тем, что большее количество людей включилось в этот процесс с очень чёткой внутренней и осознанной программы, и больше людей, которые с большей ответственностью подходят. То есть, если раньше вот это предварительное голосование, оно было в основном для того, чтобы… Вот я уезжаю в этот день, да, поэтому я хотел бы проголосовать исходить, то в этот раз это некая такая… знаете, что-то вроде как джихад, знаете, такое «о», что-то такая, планка такая «о». То есть, люди… Я заинтересовал, надеюсь, да? Да, я как-то так даже не совсем понял, при чём тут джихада я тоже не очень… Нет, это, наверное, как решимость, да, решимость сделать что-то. Я объясню, почему я употребил это слово, потому что есть некая сверхцель. То есть, сверхцель, мы знаем, какая сверхцель. Сверхцель – это отвоевать Ригу. У избирателей. У кого? Нет, сверхцель – отвоевать Ригу у политических партий. Ну, то есть, как было? Была, значит, я утверждаю, что эра Ушакова, она была, уже можно сегодня это сказать. И что есть достаточно много энергии и такой направленности, что Ригу пора как-то вернуть, пора её завоевать. Вернуть кому? Ну, то есть, это вот всегда, мне кажется, очень странным, как у кого-то нужно что отбирать? Нет, это вопрос политической логики. Это не то, что… Это не вопрос, как бы… Такие лозунги, да, то есть, они существуют не первый день и не первый год. Нет, да, то есть, ну, как так? Мы живём в Латвии, а Латвия, а Рига у нас русская. А русская она в каком смысле? Нет, она в смысле в том, что управление городом, мэр русский, коалиция, условно говоря, коалиция, которая этим заведовала, она, условно говоря, русская. Вы же с этим, ну, как бы, я думаю, с этим все согласны, нет? Я просто хотел по поводу ещё определённости результатов. Я просто очень хорошо помню, что в 2017-м, когда были предыдущие самоуправленческие выборы, по всем предварительным голосованиям, по всем экзит-пулам выходило, что коалиция согласия через служить Риги набирала около 45%, ну, в общем, не большинство. А в итоге на выборах они всё-таки получили свои 32 места и завоевали большинство. Поэтому я не знаю, насколько тут можно говорить о какой-то определённости, кроме того, что по всем предварительным результатам лидируют, опять-таки, согласия и объединённый список от если бы прогрессивные. Я очень рад подобному тезису, потому что это даст мне возможность изложить логику процессов, как я её вижу. Логика процесса следующая. Если мы возьмём 2017 год и возьмём сегодняшний день, мы понимаем, что в 2017 году это 32 против 28. Это количество мест в Думе. То есть, понятно, что эта разница не в 10, не в 20, но она не очень большая. Если мы пересчитаем на количество избирателей, сколько приблизительно это получается? Это получается 4 места… Не 4 места, 2 места, 2. 32 против 28. Потому что нужно до 30, то есть 2 места. Это получается несколько тысяч человек. Это там… Мы не будем сейчас уточнять, но речь идёт о 5-6 тысяч человек, может быть, 6,5 тысяч человек. Теперь посмотрим на факторы, которые влияют на эту ситуацию. Значит, самый первый фактор заключается в том, что фактически некому коммуницировать. То есть, если раньше был очень яркий, компетентный, независимо от того, что нравится, не нравится – это другой вопрос. Но был лидер, который бывший журналист и способен был коммуницировать прекрасно, очень долго. В последнее время он, к сожалению, устал. Я имею в виду Ушакова. Не знаю, кто-то говорит «устал». Мои знакомые, они говорят «зажрался». Такое слово достаточно грубое. Думаю, что можно как-то тоже характеризовать ситуацию. Но я бы сказал, что он устал. Он не коммуницировал. Это последнее время. Но на протяжении многих лет он коммуницировал просто на очень высоком уровне, и это знали все. Тогда первое – нет лидера. То есть, сегодня то, что мы видим после Ушакова, в большей степени я бы характеризовал словом «недоразумение». Это только один фактор. Фактор номер два – нет где коммуницировать. Мы не должны сбрасывать со счетов одну очень важную вещь, что на протяжении, если я сейчас не ошибаюсь, это уже… С какого месяца ПБК прекратил новости делать? Это 4, 5, 6 месяцев. Ну, где-то там, наверное. Да, ну, приблизительно там около полугода. У нас нет ежедневных новостей на русском языке. На протяжении всех этих 10 лет новости на русском языке, на ПБК. Не хочу сказать, что вот явно занимались пропагандой Ушакова, но они, в принципе, рассказывали. Вот это здесь сделано, вот это здесь сделано, здесь школу отремонтировали, здесь сделали то, здесь сделали это. И вспомните, что каждый раз после новостей было интервью. И чем ближе время было к выборам, я даже специально смотрел, там было так вот, сегодня Ушаков, завтра Америкс, потом снова Ушаков, потом снова Америкс, потом кто-то чужой, потом снова Ушаков, потом снова Америкс. То есть, они не ленились. Вспомним радио Болтком, голос Америкса. Совершенно, ну, то есть, люди и Америкс, и Ушаков, безотносительно к оценке их деятельности и так далее, это люди, хорошие коммуникаторы, которые очень активно коммуницировали, у них были каналы коммуникации. Сегодня, уже много месяцев этих каналов нет. Следующий фактор, это третий фактор, это распад и раздробленность. Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня Яона Сасканя. Что такое за Яона Сасканя? Она, наверное, в прошлом выбор была. Одну секундочку. Оказывается, это Журавлёв. А в альтернативе это оказывается не у Журавлёв, потому что у него раньше была альтернативная какая-то, называлась, а это, оказывается, те, кто откололись от Саскани. Теперь мы смотрим, это Голдскал под Ригой или нет? Потому что там какая-то часть, такие люди, а где эти алдерманы, ещё известные фамилии, они оказываются не там, они оказываются в Саскане. Если мы, опять же, посмотрим на руководство Саскани, то есть это всё стало очень непонятным, это всё стало каким-то… то есть некому коммуницировать, нет места, где коммуницировать, потому что это решающий просто фактор, если мы говорим о ПБК во многом, плюс распад и раздробленность. Кроме этого, возьмём то, что знают все, а именно коррупционные скандалы, люди в наручниках, полтора года коммуникации каждый день, плюс, хочешь ты, не хочешь, мосты разрушены. То есть это знает любой рижанин. Масты, в смысле, не образно между партией и избирателями? Нет, я не образно, я имею в виду конкретно, как это конкретно, там, ну, как это… Ну, в общем, дальше, я просто, извините, он нас просто… Я, да, я, в сумме эти все факторы, это всё негативные факторы, есть только один фактор, который, вот можно плюсиком поставить, это то, что люди очень привержены Саскане, и когда их задают вопрос, будете голосовать за Сасканью, после всех этих скандалов, всё прочее, они говорят, не-не-не, мы не будем, мы не знаем, на самом деле они будут голосовать, то есть там будет вот этот фактор, который в положительную сторону, но просуммировав все вот эти факторы целиком, 5-6 тысяч меньше, фактически гарантировано… 15 тысяч, я посчитал, я разделил 422 тысячи избирателей на 60 мест, и получилось, ну, в общем, 2 места – 16 тысяч. Ну, надо считать ещё, что не все пойдут, потому что на место 15 тысяч… Это если бы все проголосовали, так будут 70 тысяч. Ань, да я хотел вас как-то вделать, просто вот немножко продолжая мысль, которую Сергей озвучил, про то, что если сравнивать предыдущие и так далее, очень многие я видел в соцсетях, говорят о том, что вообще сравнивая личностей, которые претендуют на пост мэра, что как-то нет такого ярких личностей… Да, я абсолютно согласна, и тут я даже вижу… Ну, некоторые… Я не понимаю, почему согласие сделало такой выбор насчёт лидера в этих выборах. Ну, видимо, новое лицо… Знаете, я… Это не… Тогда это неправильный выбор, если ты хочешь победить на выборах. Если ты не хочешь победить, то делай, что хочешь, ты можешь выдвинуть до любого. Тут интересно то, что все партии, если бы вы обратили внимание на весь спектр, то все выдвинули людей, которые, в общем-то, до этого не были очень яркие в какой-то партии. Ну, например, новая консервативная партия Линда Озуова. За месяц она должна за себя сделать какой-то определённый образ. Если мы берём Мартин Штаттис от Истей Байпар, тогда, смотрите, он… Ну, хорошо, там время и очень много денег, да, ну, немножко больше времени у него было. Но тоже до этого мы же… Ну, кто же там, я извиняюсь, знал Мартин Штаттис? Кажется, что кроме Бурова и Немира… Немира, да. Ну, Немира, потому что он был министр экономики, но сама партия на данный момент переживает очень тяжёлый кризис, и её попадание в Думу, это, в общем-то, ну, я думаю, что это, скорее всего, даже… ну, она не пройдёт. В оборот КПВЛВ не пройдёт? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Потому что Немира, он такой образ, скорее… То есть, избиратели КПЛВ не за Немира, за Немира другие избиратели совсем других партий. Если бы он, например, был лидер того же АТО и СТИБ пар, за них же проголосовали больше, да. Ну, то есть, тут немножко… Да, вот эти лидеры, они, в общем-то, они являются очень яркими, и партиям надо очень много денег, которые у них, кстати, есть на данный момент. Нет, ну, это деньги наши, то есть, налогоплательщиков, которыми они вдруг в этом году обладали, чтобы сделать такую предвыборную кампанию и смогли сменить власть в Риге. Ну, вообще, об этом часто говорят тоже, что, вот уже в целом говоря, что практически у всех партий риторика такая, что с согласием мы не будем вместе работать, по крайней мере, в коалицию вступать, потому что еще работать, как работать, но коалиция не будет, и согласие в ответ, вроде как, а с одной стороны говорят, нет, у нас нет красных линий, мы будем работать со всеми, кто готов работать, но при этом они… Нет, вы знаете, очень интересная ситуация, потому что вот я вела дебаты на Риге ТВ-24, и туда приходили представители восьми партий, нет, десяти партий, которые баллотируются в Думу, и те, как-то так называемые русскоязычные партии, они все очень критиковали согласие и год скалпот Рига. То есть, они были абсолютно такой активной оппозицией, они даже высказывали как бы готовность с ними дискутировать, почему вы нас приглашаете дискутировать с этими латышскими партиями, нам с ним нечего вообще говорить. То же самое нам тоже здесь говорили. Да-да, нам же нечего с ним обсуждать, тут вообще давайте нам согласие, мы их там разнесем вообще в щепки. Ну, вот это был такой настрой довольно интересный, хотя само согласие с ними дискутировать, кстати, не очень рвало. Ну, я хочу сказать, что в этом действительно есть… Это очень разумно, это разумно, это логично и разумно, потому что человек, голосуя, принимает решения на основании очень большого количества факторов, и большое количество из них, оно не является неким таким результатом рационального выбора, рационального размышления. Это некая такая иррациональная, это то, что я вот доверяю или не доверяю. Голосуй сердцем, как раньше говорили. Нет, нет, это… да-да-да, но в этом есть смысл, да. И когда мы касаемся таких вопросов, это вопросы очень глубокие, которые находятся очень-очень глубоко в нас, и часто они даже неосознаны. И смысл заключается в том, что в этом есть логичность, что конкретно в Риге наши избиратели, наши целевые аудитории, они очень конкретно, очень сильно разделены, и произошло это из-за того, что фактически Саскань в какой-то момент она превратилась из просто русских живущих здесь во врага, помните референдум о втором государственном языке, и позиция, которую Саскань заняла. То есть тогда с точки зрения не потерять своего избирателя, это было логичное решение, но это привело к тому, что на очень глубоком уровне части избирателей, они почувствовали, что это угроза. Я говорю не в том, что это объективно, что это действительно была какая-то угроза, понятно, что не было, но если мы говорим о том, что люди почувствовали, они почувствовали, что это угроза. И вот с этого момента Саскань стало не просто русские, которые живут здесь, а стала вот эти, которые угроза. И оттуда возникла эта вот разделенность, и поэтому совершенно правильно, не потому что правильно, я бы сказал, логично действуют и Русский Союз, Латвия, и Альтернатива, и все, а так далее, потому что они понимают, что люди, которые голосовали за Тайвзом и Бривебе, например, или за Вену и Бривебе, никогда в жизни не будут голосовать за них. Это просто вопрос исключённый. То есть, ну как это сказать, потому что это задевает очень глубокие слои психики, скажем, назовём это так. И поэтому они, естественно, борются против Ушакова. И это тот же самый, ну, против Саска не имел в виду. И это тот самый фактор, о котором я говорил, потому что эта раздробленность, она растащит эти голоса, соответственно, вот эти вот там до 15 тысяч, скажем, да, то есть там 7-8 тысяч, это уже вопрос, на мой взгляд, это уже произошло. Ну да, мы видим, как эти результаты предварительных тоже голоса опросов, они показывают, что очень много кусочков откусил и Русский Союз в Латвии. Он набирает больше 5% по всем предварительным и так далее. Но вопрос... У меня вопрос, будем ли мы звонить господину Болшевицу? Да, вот, действительно, это значит, что время звонить господину Болшевицу, это наш временный администратор Риги. Кстати, многие говорят о том, пока мы звоним, что чуть ли неудобнее стало работать и жить вообще в Риге с тремя администраторами, что, мол, зачем нам столько депутатов, если три администратора так прекрасно справляются. Так, у нас на связи господин Болшевиц, здравствуйте. Здравствуйте. Да, надеюсь, пожалуйста, наушники. Первый вопрос такой, вот уже выборы проходят, скоро вам придется уйти с поста главы Риги, так скажем. Как вам кажется, какие проблемы нужно решить первым дилом новому сазыву Риги? Ну, если мы смотрим, то мы думаем, что с критиками, то есть, что там, не знаю, дороги, мосты или какие-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, которая находилась у руководства Риги. Многие жители Риги говорят, что проще стало жить и проще стало общаться с администрацией. Очень много делается, даже когда нет вроде Рижской думы, нет такого количества депутатов, а есть всего лишь три администратора. И многие говорят о том, что, может быть, такая система управления, она даже была бы проще и правильнее и эффективнее. Продолжение следует... Что ж, спасибо, тогда большого раз больше нет. У нас на прямой связи был глава Временной администрации Рижской думы Эдвин Болшевиц. Ну, вот, собственно, возвращаясь, как вам кажется, насколько вообще эффективна была Временная администрация и, может быть, действительно что-то надо поменять в форме управления городом? Ну, есть партии, конечно, которые даже записали в своих предвыборных программах, что надо менять форму управления Рижской думой. На данный момент дума, сама эти 60 депутатов, они же, в общем-то, в некотором смысле можно даже выразить, что они имеют политическую, но такую декоративную функцию. То есть, есть и спилдиректор, исполнительный директор, который фактически решает основные все вопросы, потому что он является и капиталодальтурой, то есть... Держателем предприятия. Да, в некоторых предприятиях. И он обладает очень большой властью. И надо ли эту часть этой власти переносить конкретно на депутатов, на управление Думы? Это тоже является определённым вопросом, который, я думаю, вновь выбранная Дума будет решать. Тем не менее, помним то, что эта Дума выбирается на 5 лет, даже немножко с хвостиком, и она будет работать очень… Так что эти ставки, они очень большие на данный момент в этих выборах, и я думаю, что, думая об этом, очень многие партии уже размышляют то, как они будут менять управление всех предприятий, как они будут менять директоров всех школ, как они будут этим всем распоряжаться. Я думаю, они уже, как говорится, спят и видят, у них уже список есть, как они это всё будут менять, только поменять власть. К тому же, тут, конечно, есть определённые размышления насчёт, какая будет коалиция, может, она и будет, ну, такая же коалиция, как у власти в стране на данный момент, может такая быть и в Думе. Очень на это похоже, по крайней мере. Да, очень похоже. Очень многие в предвыборной ситуации говорили, видите ли, если она будет совпадать, коалиция там и там, будет легче жить. Потому что, если мы посмотрим на ту же самую администрацию, тут же было очень интересно. Например, когда у власти ещё оставался Буров, правительство не давало гарантии, например, на окончание работ Межипарка Эстрады. Только пришла администрация, сразу правительство дало гарантии, всё, можно закончить эти работы. То есть, правительство в очень многом помогало этой администрации насчёт гарантии кредитов и тому подобное. Так что, если коалиция в государстве и в Думе, в Рижской Думе совпадает, то в некотором смысле некоторые вопросы насчёт кредитов, строительства, на строительство, это будет, я не думаю, кредит, кредит гарантии. То есть, это все вопросы будут решаться намного легче. Является ли это аргументом, чтобы голосовать за тех партий, но это другой вопрос. А для тех партий, которые останутся в оппозиции, для них это будет просто время отсидеться или всё-таки они могут… Я думаю, что они определённым образом будут готовиться к парламентским выборам, которые будут в 2022 году. Может, некоторые из них и считают, что это для них лучше, что они должны набраться сил в оппозиции, чтобы лучше стартовать в этих парламентских выборах. Ну, если говорить о потенциальной коалиции, вот я хотел вам задать вопрос тогда, если мы говорим о том, что она может быть похожа на то, что сейчас в правительстве, не повлечёт ли это за собой некоторой нестабильности в том плане, что мы даже увидим сейчас в правительстве, как пять партий не могут друг с другом договориться. А может ли такая ситуация сложиться в Рижской Думе и, ну, чем чёрт не шутит, ещё раз распуститься? До эфира, за несколько минут до эфира мы с Анютой беседовали, и я сказал, что разговаривали и придумали такую историю, что сейчас уже одна часть партии должна закупать шампанское и бокалы протирать, а вторая часть партии должна покупать водку и стопки. То есть, уже это можно делать прямо сейчас, потому что я сделал несколько моделей в версии. То есть, вот, учитывая допуски, которые есть в исследовании, учитывая количество не проголосовавших, ну, в смысле, которые не выразили свою позицию каким-то образом и решили, что… Учитывая то, что та или иная партия может перейти 5-процентный барьер или не перейти 5-процентный барьер, и я был совершенно удивлён тому, что получилось, что во всех версиях получается результат один и тот же. И этот результат? И этот результат заключается в том, что, как это время Ушакова, Америкса, Бурова и всё вот это, оно закончилось. Ну, да. Да, что власть поменяется, и с небольшими коррекциями у власти будут партии, которые сегодня находятся в коалиции в правительстве. Но я бы из этого сделал некий другой вывод. Вот эта идея, что мы сейчас отсидимся здесь в оппозиции и потом, значит, с красным… Или там, не знаю, не с красным, просто с флагом выйдем, с ярким флагом. Я не имел в виду никаких коммунистических идей. Ну, у Саскани тоже красный флаг. Ну, вот с красным флагом, да-да-да. Но имеется в виду это, что скорее, я здесь буду пессимистом, я скажу, что это получится такая же самая история, как история в парламенте. То есть, там есть своя оппозиция, она работает, как это, и уже это происходит, как это, не год, не два и не десять. То есть, там, как бы, если предложение какое-то деловое, хорошее, толковое идёт от оппозиции, за неё не голосуется. Такое правило, да, то есть, потом через пару месяцев, через месяц три, да, это то же самое предложение включается в пакет уже от коллекционного, да, то есть, и они идут с этим. По оппозиции выходят и говорят, ну, мы же это, как бы, предлагали ещё полгода назад, как это, а это вообще никого не интересует. Вот и всё. И это, и этот, то есть, это набор, как же, мягче сказать, я бы сказал, некомпетентности, некомпетентности, некого такого безобразия, такого некого хаоса определённого, он придёт в Ригу, но проблема-то в том, что, я помню, перед теми выборами мы беседовали, я сказал, что, вы понимаете, что нужно будет где-то, ну, от полгода до года, чтобы люди, которые пришли во власть, которые вот свеженькие, зелёненькие, они просто не понимают, что происходит. То есть, да, вот в дебатах мы тоже видели, люди просто не понимают, о чём они говорят, они реально не понимают ситуацию, что происходит. Я говорил, ну, нужно полгода, ну, год где-то, чтобы вот разобрались, чтобы, ну, хотя бы стали адекватно какие-то, не то, что правильные решения, но просто адекватно смотреть на вещи. И то, что мы видим сейчас здесь, здесь будет, как минимум, точно такой же процесс, но только с той поправкой, что видно, что достаточно большое количество депутатов вообще не смогло разобраться в реальном положении вещей, вообще не смогло разобраться в том, что на самом деле происходит. Да, то есть… Даже за пять лет. Да, даже за большое количество времени, да. Даже за большое количество времени. Я, вот, у нас какая-то очень старая общая история, я помню такой случай, ну, он смешной, но трагический. Это был парламент, который проголосовал за независимость, и как-то утром в 11 часов я зашёл в кафе и увидел там сидящего депутата, фамилию не назову. И перед ним был такой большой стакан водки, который он выпил, и он сидел и плакал. И это, по-моему, был не первый уже стакан. Тогда ещё продавали алкоголь. И он сидел и плакал, я к нему подошёл, стал с ним разговаривать, успокаивать, и он говорит, понимаешь, Сергей, я вообще не понимаю, что происходит. Мне каждый день дают вот такую стопку бумаг, которые я должен прочитать, я даже их прочитать не могу. Не то, чтобы понять, что там пишется. Потому что я пришёл сюда проголосовать за независимость, я проголосовал за независимость. А это всё я полностью не понимаю. И большое количество людей, которые пришли на волне лозунгов, давайте поборемся с коррупцией, потому что все проблемы в стране у нас только потому, что существует коррупция. Это самое главное. А то, что у нас нет нормальной программы развития, нормального понимания, как работает экономика и так далее, это неважно. Главное – с коррупцией побороться. То есть, кто-то из экспертов назвал это партией одной темы. То есть, если у тебя вот эта одна тема есть, это не значит, что коррупция хорошо, я не агитирую за коррупцию. Я просто говорю о том, что если есть только эта одна тема, но нет понимания, как работает государство, нет понимания взаимосвязей, логики, то есть, тогда начинается вот этот определённый хаос. И лучше ничего не делать, чем что-то делать, потому что если что-то делать, то дрова будут наломаны. Но в Риге будет немножко другая ситуация. Там будет ситуация чистки. Такой жёсткой, очень конкретной. Новое метло. Нет, это не метла, это будет чистка. Это будет, не знаю, сталинская чистка или что-то такое. Это не будет вот новая метла, по-новому метёт, потому что нет, это будет очень чётко. Потому что представление, как бы доминирующее представление заключается в том, что вот вы все враги и вы все воры. И поэтому вас всех нужно, там, лучше, конечно, вы в тюрьму, но если в тюрьму нельзя, ну, нужно просто всё вычистить. Ну, потому что в тюрьму не получилось. Уже были одни выборы 2017 года, когда была часть партии, которая вот с этими лозунгами уже шла, и она сказала, там, всех в тюрьму. Но когда спрашивали, ну, а конкретные-то дела, по которым сажать, ну, таких вроде нет, но чувство такое, что все тут воруют, понимаете, и из-за этого надо всех… Ложечки нашлись, но осадок остался. Ну, да, ну, это, в общем-то, осадок остался, и, значит, я абсолютно согласна насчёт того, что будет просто такая жёсткая чистка. Да, и что, в общем-то, надо менять власть. Я согласна с тем, что надо менять власть. Не надо, как тут скажешь, зажираться, да, сидя у власти. Но надо быть уверенным, что на место придут люди, которые действительно понимают, что они должны делать и как делать дела лучше. Потому что, ну, как, это же не просто ты что-то рушишь, а что на место… Ну, не важно, в общем-то, что на место. Я вот сделал, я разрушил что-то. Я что-то разрушил… До основания разрушим, а потом, да? Да, а потом. А потом, а что потом, ну, потом не важно. А вот говоря про разрушить, ведь одним из лозунгов, ну, мне кажется, и с Аскани, и вот с Калпот-Ригой было то, что вот правые партии, которые придут на национально озабоченные, они первым делом могут отнять вот те социальные льготы, которые, ну, были даны вот за время, ну, Ушаковская, скажем, назовём его так. И вот тут вопрос, а можно ли действительно вот отыграть назад, потому что один из, ну, вот политологов, когда приходил, он говорит, что дать можно, но обратно забрать, люди очень чувствуют, то есть вот отобрать бесплатные, потому что тут у пенсионеров или так далее. Да, 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 я вас поняла, я думаю, что это невозможно. Как раз я вот на предварительных этих дебатах, я практически у всех спрашивала, и у правых партий, и очень чётко, какие льготы, кому, и всё. Все божились, что всё остаётся в силе, да ни в коем случае ничего не будет отниматься. Даже если они не могли объяснить, каким образом они некоторые социальные гарантии сохранят, если у них есть очень большие планы в других областях, но всё равно все божились, что всё останется в силе. Ну, это, конечно, было очень забавно. Да, я хотел бы добавить здесь, мы помним пример Вену, которая божилась, просто вот лилась на коленях, что пенсии точно не будем трогать, и сразу месяц прошёл или два, сразу, да, потом Конституционный суд и потом возвращение денег. Но вопрос заключается в том, что это легко, то есть я просто знаю, как это работает, и я думаю, что Аня тоже знает, потому что они пришли, посмотрели на данные, сели за стол люди, которые эти данные сделали, и им сказали, так, вот смотрите, вот это очень важный момент, бесплатный транспорт, допустим, эти скидки и так далее, это очень важный момент, да, то есть нельзя их трогать, ага, записали, нельзя. И в каждой коммуникации, когда выходишь на радио, на телевидение, мы, няня, мы в коем случае не трогаем, да, но это ничего не значит. Это просто значит о том, что люди чётко повторяют те мантры, которые им как бы дали. Я хотел бы коснуться вот момента, который Аня-то сказала, что вот хорошо, что будет та же конструкция, что и в правительстве, и в Риге. И это вот на первом уровне кажется действительно здорово, да, вот можно согласовать какие-то вещи и всё прочее, прочее. Но то, что происходит, происходит следующее. Люди говорят, окей, понимаете, вот сейчас мы начнём вместе с государством работать, и это будет сразу, ох, какое счастье пришло, да. И если мы чуть-чуть глубже копнём, то выяснится следующее, что, как там было, денег нет и не будет. Да, то есть речь идёт в том, что для того, чтобы переделить в сторону Риги какие-то финансовые потоки, существующие, существующие, да, для этого нужно вот другого отобрать. Я себе не представляю, каким образом правительство сможет отобрать где-то в другом месте для того, чтобы деньги передать в Ригу. Единственное исключение – это эти деньги, коронавирусные деньги, европейские коронавирусные деньги, которые идут больше того, что есть. Кстати, Яна Авьянотыба об этом как раз и говорит. У них есть все эти планы, о которых они говорят насчёт инвестиций. Они так и говорят, это не будут какие-то, это же те же самые деньги, которые собирается брать правительство Евросоюза, чтобы эти коронавирусные деньги, как вы сказали. Да, то есть вот это реальный источник, где какие-то средства могут быть. Так что поэтому… Нет, потому что все другие планы, кстати, которые касаются Риги, на данный момент правительство как бы озвучило. Например, насчёт подоходного налога. Это всё отбирается у самоправлений. То есть все планы правительства на данный момент, они не за самоуправление, они отбирают у самоправлений на счёт налогов, на счёт всего фактически… Ну, Риги частично ещё оплачивают другие самоуправления. Да, естественно. Да, и это дело фактически… Те планы, которые на данный момент наметились, они отбирают у Риги из бюджета где-то порядка от 40 миллионов до 80 миллионов евро в год, да, примерно. То, что я сказала, почему может быть, если коалиция будет та же, которая в Думе и которая в правительстве… Может быть, это будет лучше. Я думаю, может быть, как-то правительство поменяет свои планы насчёт того, как это отобрать у самоправления деньги. Ну, вот сама просто была… Я наблюдал очень интересную картину, когда был День города. Я обратил внимание, что в троллейбус заходят две, значит, женщины. Одна пробивает ей эталон, а другая просто садится. И другая говорит, почему-то… Ну, как сегодня? Это же День города, всегда он был… Транспорт бесплатный. Ну, и вторая говорит, ну, извини, это было в прошлые времена, сейчас времена изменились. То есть, я к тому, что психологии людей, они настолько привыкают к этим льготам, что они даже не могут представить себе, что кто-то у них может что-то отнять. Я боюсь, что мы не успеем коснуться того, что является наиболее важным. Дело в том, что, так как меня пригласили сюда, то я посмотрел, соответственно, дебаты. И почитал программы и так далее, и так далее. Более внимательно, скажем так. То, мне кажется, есть некоторые очень важные факторы, о которых необходимо говорить. В чём самая главная проблема? Проблема заключается в том, что, как только что сговорили, как решение правительства, как коронавирус, так и общая экономическая ситуация, так и определённая политика Риги, имеется в виду уменьшение людей, люди уезжают, и так далее, и так далее. Оно в целом ухудшает ситуацию с доходами. Вот она не улучшает. Вот если бы у нас был рост 10% в год экономики, то у нас было бы всё время немножко дополнительное количество денег, которые мы можем направлять куда-то. То есть, если экономика сжимается, то у тебя не хватает на те текущие расходы, которые уже ты делал. Это значит, что ситуация ухудшается. Главная проблема людей, которые претендуют управлять Ригой, заключается в том, что нет ни одной, абсолютно ни одной, хоть сколько-нибудь компетентной идеи на тему, а как город будет развиваться, как будет развиваться экономика, и откуда будут деньги. Вот эта идея о том, что возьмём из Евросоюза, ну там, дядя большой, значит, наш, в данном случае, не Сэм, а Ганс, скажем, поможет, да? Но это понятно, да? Но я имею в виду другое. То есть, сегодня города, такие как Стокгольм, Таллинн, Вильнюс, не знаю, Амстердам, Варшава и так далее, огромная работа на очень высоком уровне компетентности ведётся, чтобы завоевать, отвоевать людей молодых, талантливых, привлечь к себе в город, поэтому создаются какие-то совершенно невероятнейшие вещи, там, специальные города, специальные для стартапов, специальные для того, специальные это, это всё бесплатно. Хочешь офис в центре Лондона, значит, шикарнейший совершенно, бери «не хочу». Хочешь бесплатное образование в Копенгагене, бесплатно, всё тебе бесплатно совершенно, да? Бери «не хочу». То есть, огромное количество стимулов привлечения людей, потому что, если ты этого не делаешь, то через 10 лет вообще всё будет очень плохо. И этой темы нигде не звучит. Там, кто-то один раз сказал на какой-то дискуссии по поводу, а вы знаете, нам нужно производство развивать, и тут же услышал такие крики. Что? Какое производство развивать? Свободный рынок, свободный рынок. Немножко, конечно, с иронией, но я думаю, что вот это то, что нет идей, как развивать экономику, это, кстати, почему только надо говорить о депутатах, кандидатах в Режскую думу, это у правительства тоже нет таких идей? Нет, у правительства есть одна идея, у них есть такая ЛИА, да, организация, она сейчас сделала такой буклетик, и там в этом буклетике написано, что мы приглашаем всех этих компаний Белоруссии к нам. Ну и тут очень многие задают элементарный вопрос, как они банковский счет откроют в Латвии, который на данный момент тем, которые не резиденты Евросоюза, фактически невозможно. То есть, элементарный вопрос, потому что с одной стороны… Обещают помочь. Ну не знаю, почему очень многим ничего не помогли, а тут вдруг белорусам помогут, не знаю, не верю. У нас уже эфир минут пять, его осталось шесть, хочется все-таки, мы как-то все никак не доберемся, я просто тут смотрю на предварительные какие-то результаты, ну не результаты, я имею в виду, конечно, а опросы. И вот когда мы говорим о возможной коалиции в Режской думе, что она будет совпадать с правительством, действительно КПВ ЛВ, оно не набирает 5% практически нигде, и у нас выходит, что если мы берем оставшиеся четыре правительственные партии, это НАЦ-объединение, это АТС-ТИПАР, это новая консервативная партия, и это явно Вену, АТИБА, то они вместе не набирают 50%, и соответственно им нужна еще какая-то пятая партия, наверное, точно не согласие, понятное дело, точно не… Русский союз. Да, Русский союз и Латвий. Остается, в общем, либо союз зеленых и крестьян, которые все время оппозиционные, либо честь служить Риги, которые, где уже они чуть ли не открыто говорят, что мы готовы работать со всеми. Нет, ну тут очень важный вопрос, согласится ли, в общем-то, фактически два вопроса. Согласится ли, например, новая консервативная партия работать вместе с ЗС, союзом зеленых и крестьян, второй, или же выбор пойдет на честь служить Риги в таком случае. Это будет очень интересный вопрос, потому что новая консервативная партия, делая эти линии, все время красные линии рисуя, они в некотором смысле себя загнали в очень глубокий угол. В таком смысле это действительно является вопросом. То есть, есть вариант, что новые консервативные, может, и в коалиции не будут? Просто честь служить Риги и ЗСССР и консервативные? Ну вот этот вопрос пойдет тогда, пойдет ли на такой вариант атеисты Байпар и Яуновену Атейба, это вопрос, потому что они же сказали, Яуновену Атейба, например, что они не очень хотят идти, например, ЗССР, они не пойдут. Ну, тут все уже нарисовали столько линий, что уже в линиях трудно разобраться, но очень с большой вероятностью, что вот у ГАКР, честно служить Риги, что у них даже может быть, как можно сказать, золотая акция в некотором смысле после выборов, и они будут пытаться свою золотую акцию дороже продать, как говорится. Если взять то, что я говорил о модели в начале передачи, то что можно сказать? Можно сказать, что вот этот расчет, когда проценты пересчитываются с учетом допусков, то есть с учетом ошибки исследования, с учетом процентов пересчитанных на количество мест, получается в различных комбинациях, там пройдет ЗССР, Барьер не пройдет, ЗССР пройдет, пройдет ЕКП Барьер, не пройдет ЕКП Барьер, пройдет альтернатива, или как они называются, правильно? Альтернатива, да. Альтернатива или не пройдет. Вот получается такое, как бы технически, математически получается, в любой из этих версий партии, как ГКР, Сасканя, в случае, ну, то есть плюс Русский Союз, предположим, в любом случае, это от 23 до 29 мест. Это вместо, не процентов, а вместо. Место, да, да, да. То есть, во всех раскладах все равно получается буквально на одно место меньше, а версии, что кто-то по какой-то причине, как бы сказать, ну, будет там эту коалицию создавать, мне кажется, что это не очень такое вероятное. А Союз Зелёных и Крестьян, обидевшись на правительственные партии в Саиме, договориться с согласием и сделать коалицию в Риге? Не сделаю. Нет, нет, Союз Зелёных и Крестьян в последнее время делает так много каких-то совершенно, на мой взгляд, невероятнейших ошибок, что я бы сказал, что возможность, как бы сказать, такая есть. Но, но, но всё-таки, как бы сказать, это, то есть, вот если только после дождичка в четверг рак на горе свистнет, тогда, возможно, какой-то другой вариант. То есть, это практически невероятное событие. Поэтому, как бы, шампанское готовят одни, значит, стопки готовят другие. А чешка уже в Риге думает, как продать свою золотую акцию. Нет, у них нет золотой акции. Они не попадают, то есть, получается, что я их всегда считал туда. Но это вы всегда считали, что Союз Зелёных и Крестьян будет работать в коалиции со всеми остальными? Нет, ни в коем случае. Подождите, какая у вас в коалиции? Какое может быть вообще? У вас из четырёх партий коалиции? Коалиция АТС-ТВА, ЯОНОВИ, национальное объединение с региональными и ЕКП. И это у вас больше 30 мест уходит? Да. Очень странно, потому что какие-то... Я понимаю, это как бы не обязательно, что как бы все должны быть согласны с моими расчётами, да, но мы просто встретимся, там, завтра, и увидимся, что количество... Я, кстати, помню одни выборы, по-моему, это были в выборе 7, когда я сидела на каких-то вот эти, когда ночью ты ждёшь эти результаты, и комментируешь, и мы комментировали до часа ночи там, потому что по экзит-пулам там всё получалось, и, в общем-то, уже коалицию тут создали, все эксперты, и всё такое. На утро проснулись, голоса подсчитали, оказывается, оп, ничего не получается. И оп-оп-оп, всё по-новой. Так что прогнозы делать на этот счёт, это очень рискованное дело. Но это те люди, которые вот ещё не определились, они могут совершенно внезапно внести вот какой-то совершенно... Я прошу прощения, у нас очень мало времени. Я, пожалуй, последний вопрос задам, вот совсем, чтобы подвести какой-то итог. Ваше мнение, одна фамилия, кто будет мэром лиги? Вот как вам кажется, Стакис, который будет через коалицию, или Буров, кто продаст свой завод, или кто-то ещё, Кирсис? Нет, не буду делать таких прогнозов, потому что после предыдущих выборов 7, как вы знаете, были не те, которые... Большее количество голосов, а самая маленькая фракция, Каринч стал. Премьером. Понятно. А вам, как кажется, кто будет мэром? Я вот полностью согласен с... Потому что это вопрос, это не вопрос голосов, это вопрос менеджмента во время переговоров. Никаких прогнозов. Вопрос просто квалификации в этом переговорном процессе, и здесь может быть, что как раз, скажем, это может быть ещё какое-то совершенно другое, понимаете, в чём дело? Извините, у нас совсем нет времени. Это может быть просто давление со стороны ЕКП настолько сильное от Риги в правительство, что они могут здесь сделать уступку. А, я понял. Сделать уступку, поэтому это действительно непонятная вещь. Спасибо большое. У нас в первом часе в эфире были политолог Сергей Анцупов и журналисты, а не то далеко, что...